Утро вечера мудренее. Это пословица как никогда, наверное, ко мне подходит. Ведь все, что я задумываю с вечера, почему-то очень часто меняется с утра. Так произошло и на этот раз. До двух часов ночи я лежал, не мог уснуть, думая, куда податься мне рыбалку в этот поздний осенний день. Много мест я обдумал, но в итоге утром проснулся и поехал туда, куда вообще даже в мыслях не приходило с вечера набраться. Вот спонтанно просто пришла идея. Думаю, а почему бы нет сюда попасть? И даже еще с утра во мне два человека разговаривали. Один говорил, Юра, нафиг тебе этого ехать? Это очень далеко. Дорога далеко не самая лучшая. А второй человек мне говорил, давай, Юрец, рви когти. Через два-три дня лед и на эту речку ты и в этот сезон не попал, и на следующий сезон не попадешь. А ведь она-то вон наверняка стоит. И вот, не знаю зачем, но все-таки решил добраться до этого интересного водоема. Речку названия не скажу, многие и так догадаются. В общем, мы приехали. Приветствую всех зрителей своего канала. Ах, добрался я до места, до которого, ну никак не думал, что я в этом году даже попаду. Мысли были давненько у меня сюда съездить. Ну как-то я даже и забыл, что надо бы, надо. В общем, взял пополочную удочку, немного перекуса. Найда со мной, как поняла, что я поеду далеко, не пошла, не побежала. Даже с первоначально из дома проводила меня чуть-чуть, развернулась и ушла домой. Я постоял, подождал, думаю, побежит, не побежала. Ну и ладно, место далекое. Смотрите, какой сток сена тут красивый стоит. За вашими спинами находится речка, которая вот уже впадает в основную реку Луза. А здесь, в общем, красиво. Попробуем половить место. Опять я сказал, что не скажу, так что и не скажу. Давайте быстрее раскладывать удочки и попробуем закинуть наши снасти. Еще вчера все было полностью засыпано снегом на улице. А вот утром проснулся, он все тает, тает, тает и расставил полностью. И я думал, поедем по красивым местам заснеженным. А в итоге, как обычно, в поздней осень бываем, бывает смесили грязь. Посмотрите, рюкзак мой такой красивый. Ну, ничего страшного. Оно того, я думаю, стоит хотя бы даже полюбоваться этими местами. У меня есть совсем чуть-чуть прикормки. Так что закормим эту интересную точку. Думаю, рыбка соберется. Ну что, друзья, закинем снасть. Прям не терпится поменять, есть ли тут рыба или нет. Я надеюсь, есть. И я оставлю на ельца на первого. Или вообще ничего не поймаем. Погнали. Где тут рыба, друзья? Как бы это не печально звучало для меня. Ну, вот там усть и реки. Видите, там вот сосенки. Вот сейчас показываю. Они уже на той стороне реки. Большой. Так что, пойдем на большую воду. Может быть, в основной реке Гузя что-нибудь попадется. А здесь вот место хорошее. Травка есть. Не на червянина, а на опаруши. Не клюет не то. Абсолютно. Я думал, ельчик будет клевать на такой речке. Вместо насиженная палка стоит. Вот рыбуки ходят деревенские, видать. Но увы. Ладно. Не будем переживать. Время еще есть. Будем менять позиции. Выйдя на большую воду, я долго кидал вдоль берега. Ну, на дистанцию обычно сброса. Поклевок не было. Я решил, психанул и закинул на весь размах удочки. Лиже к центру реки. И что я увидел? Я увидел первые поклевки. На полноцене так пили. Вот так落ка. На полноцене так лисы. На фигуке. На полноцене тактизм. На участке. На полноцене таклевик. На полноцене так мягко. Есть, есть, есть. Сколько? Сразу же долбанул. Сразу же подтащил там, где он бурлил, и всё, сходу долбанул. Офигеть. Почаще бы эти всплески были, прям всплеск его, запкидываешь. Если перекинул, подтаскиваешь, всё, тут есть. Там их несколько штук так вот балуются. Играю с мальком, и вот эта стайка, нам её надо поймать. Уже визуально не видим, где вот сейчас она находится в стайке. Тут она себя проявляет, и нам маленько легче становится в таких ситуациях. Ну давай, давай. Опа, есть. Есть, есть. Это даже вроде покрупнее. Видите, как давит. Как большой мужик. Да? Такого возьмём. Такого возьмём. Наушицу. Опа. 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 Смотри, что на опариках расклевались. Не крупные, правда. допустим вот этого можно взять конечно не скажу что разница велика какая то есть трубу и перебросили мы сейчас подтащим крыбе смотрите где-то здесь покрывки обычно есть большинство маленько ближе вот это место экспериментируем закинули поклевки нет потолщить маленько можно оп и кишки ума то и вот поклевка 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 есть если местность из кусти пустим и уки 5 7 и мелкие все мелкие нимене густой что скажет мелочь 1 клет интересная а если бы еще крупняк левом грамм хотя бы от 150 и больше удовольствие было бы незабываемо друзья с чем получается мы сегодня занимаемся мы ловим практически на классическую баломскую снасть удочку по крайней мере снасть не баланская потому что обычно на балонку делаю скользящую оснастку у меня глухая оснастка там должен поплавок скользить и в этом случае грузики у меня набор грузиков 9 штучек маленьких дробинок здесь лучше иметь грузик типа оливки ну короче говоря вообще снасть по идее должна быть другой оснастка но в целом рыбалка интересно увлекательно мне понравилось впервые так ловлю целенаправленно на такой дистанции дистанция метров наверно аж 15 плюс и то я думаю даже больше 15 метров где-то порой закидываться и порой ну как иногда стаскиваешь не клюет маленько стащил не пьет маленько стащил обычно эти баллонкой ловят если там уток только получается течение очень-очень слабое есть там дальше от берега закармливают шарами и исправляют вот по закругленной точке поплавок у меня же тут не закормлено ловли окуня и как бы у меня тут не клюнуло подтащил не клюнуло подтащил перезабросил другое место я не ловлю постоянно на какой-то одном горизонте на найденной бровке или так так в общем у меня все довольно просто интересно очень интересно я сюда не ехал вообще с другой целью да вот ловлю балдею вот этот потелок можно подтащить стандартные матросы все матросы стандартов и это все конечно интересно очень сама посиди рыбалка мне очень понравилась такая зацепила меня опять же новое что-то для тебя открыл но есть небольшое но время это кончается отведенную рыбалку много времени потеряли на поиску любым как еще у меня ума хватило забросить так попробовать я вздумал все рыбалки сегодня не будет как-то вот сообразил сегодня надюха зря не пошла конечно сама такое потеряла вкусноту же был есть и без нее у нас еще вот буквально часик остается рыбалки так если удочка не в руках процент поймать практически нулевой не знаю почему боятся так поклевки надо все чтоб это передавалось в руки ну то есть визуально видишь поклевку трава подсекаешь была висит немножечко порежем вкусняшки с кофе . девушку поедим так хватит пока давай 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 родненький это не понравилось нет нет берет 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 браток попался браток фигаточерика заглотил как все ребятки я понял как вас ловить ладно ты маленький я отпустим и папку там зы показалось не оконо вообще оказалось окунь опять я подтащил в котелок в котелок там опять они плескались окушки и я к ним туда подтащил приманку она дальше была и все опять бабац и виснет очень интересно увлекательно несмотря на то что было маленькое для меня опять открытие новое давай отпускайся ты для себя хорошо садитесь нитью вещь и овнер рулит сегодня в принципе маловаты крючки для такой рыбалки взять не взять на фиг и живи не ловимся и на кошки хоть накормим друзья сожалению время отведено на рыбалку закончилась еще раз доказал универсальной своей снасти с ней можно хоть куда на рыбалку убираться офигительная удочка можно и на озере и на маленьких речках и на больших речках ловить успешно дальним набор забросом коротким забросом просто не знаю влюбился в удочку поплавочную взял 5 окушков сегодня домой всего было около 20 на поймано отпущено большинство этих можно было отпускать не знаю если сам не съем кошек угощу будем тихонько собирать узаки убираться что друзья не зря меня себя так манила интуиция интуиция я просто в шоке я вот понимаете но это не висит плавами опять же вот что в этой рыбалке было такого вот окуни с четвертушечку ну маленькие кушки на на уху можно было собирать ему собирал в принципе это даже 55 штук можно в своих уху смотря какую уху собрался варить а в целом 20 окуньков но это все равно не та рыба на которые гоняются рыболову но я доволен блин как ребенок потому что опять же приехал тут что-то не получилось прошел другое место что тут не получилось перешел третье место и что-то тут изобрел мировым попробуй заброс увидел там всплеска у это был забросил и пошло дело рыбалка пошла и рыбалка интересная потому что такой рыбалкой ни разу не занимался любая рыбалка которую первый раз вот пробуешь она получается как бы у тебя это блин дает массу энергии и удовольствие и тут нас не наш думать вот как вот у меня вот есть маленькие речки озеро вот этот способ рыбалки мы сейчас для тебя открыли а сезон подходит к концу и я понимаю в первый раз в своей жизни не жалею что вот у меня вот сезон участок так идет обычная все уже в это время я все удочки убираю ничего на рыбалку не хожу практически так чтобы скоротать время больше сейчас я хожу целью правильно чтобы получить от рыбалки удовольствие такого в такую пору вот у меня такого не бывало раньше так что друзья не знаю что мы будем делать завтра даже представить и не могу но то что это будет рыбалка я уверен на 99 процентов но если конечно же опять время у меня не перевернется как-то по-своему то завтра мы выбираемся на рыбалку куда пока я сам не знаю и как получается я до старта из дома еще не знаю даже куда сам поеду друзья следите за новостями с вами было приятно провести время всем пока до скорой встречи с вами был великителен в аппарат виновата не пошла а вот и а вот и